Добрый день, меня зовут Александр Баньков и я продолжаю тему омега-3. Омега-3 жирные кислоты, бывают три основных. Это альфа-линоленовая, источник из растительного сырья. Это в основном льняное или рапсовое масло. Это могут быть соевые бобы и это могут быть, например, грецкий орех. И две жирные кислоты, экозапентаеновая кислота и доказаиксановая кислота. Это источники жирные сорта рыбы. Чем они отличаются и что нужно об этом знать? В первую очередь это альфа-линоленовая кислота. Сама по себе это малоактивная кислота и она превращается в организм. И когда попадает в организм, она превращается в более активную форму. То есть она по сути превращается в те две жирные кислоты. Экозапентаеновую кислоту и доказаиксановую кислоту. Но это превращение зависит от одного важного фактора. Это уровень потребления омега-6 жирных кислот. Чем оно выше, тем превращаться будет меньше. Таким образом, если в рационе омега-6 у нас присутствует в 4-6 раз больше, то из альфа-линоленовой кислоты превратится на 40-50% меньше экозапентаеновой кислоты и доказаиксановой кислоты. В итоге на выходе мы имеем новые активные формы не больше 5, максимум 10%. Это в лучшем случае. Так это может быть совсем маленькие количества. Поэтому надеяться на данный источник это опасно. В рацион нужно вводить жирные кислоты животного происхождения, либо в виде растительных формул, препаратов, биологически активных добавок, источников омега-3 жирных кислот. А именно две главных, важных омега-3. Это экозапентаеновая и доказаиксановая. Причем они должны быть в определенной пропорции. Суточная потребность организма 100% это такая пропорция идеальная. 180 мг экозапентаеновой кислоты, 120 мг доказаиксановой кислоты 3 раза в день. Именно в такой дозировке, в такой пропорции организм получит все необходимые в нужном количестве омега-3 жирные кислоты. Если вам нравится это видео, нравится о том, что мы рассказываем, ставьте лайки, подписывайтесь.